Ледовой арене исполнился год. Сейчас уже трудно представить Северодвинск без этого ключевого спортивного объекта. Первый день рождения прошел, без помпезности и пафоса. Любой желающий мог прийти, покататься на коньках и поучаствовать в лотерее, которую провели мэр города Михаил Гмэрин и директор предприятия «Звездочка» Николай Калистратов. Я хочу всех нас поздравить с этим, с этого события, пусть проникнуть небольшой, и для нас для всех он очень значен. Всем успехам! На данный момент на льду арены и в ее залах занимаются 4 группы фигурного катания и 6 групп хоккея с шайбой. Объект имеет большую социальную значимость. Кажется, что с его появлением на коньки встал весь город и его гости. Это замечательно и увлекательное место. Моя дочь второй раз в году каталась на коньках, я тоже каталась с ней. Она очень хорошо катается на коньках и ей это очень нравится. Я была очень впечатлена энтузиазмом местных людей. Это замечательно и интересно. Мы каждый выходной стараемся ходить на этот каток. Нам очень нравится эта ледовая арена. Мы очень рады, что в нашем городе ее открыли. Что касается хоккея с шайбой, то на ледовой арене постоянно проходят различные турниры – заводские, городские, междугородние. А 1 апреля пройдет региональный финал всероссийского проекта ночной хоккейной лиги. Проведено несколько показательных выступлений сильнейших фигуристов Архангельской области. Проведен турнир, детский турнир «Золотая шайба». Также проводятся ежегодные турниры. За год арену модернизировали. Установленный современный звук, свет, а накануне дня рождения ледовая обзавелась большим экраном. Посетители ждут и дальнейших перемен. Ровно год назад мы открыли ледовую арену. И сегодня уже тысячи взрослых детей могут посещать этот прекрасный каток. Занимаются хоккеем, занимаются фигурным катанием. Просто проводят свободное время. Я надеюсь, что у нас спортивных сооружений в городе с каждым годом будет все больше и больше. По данным отдела физкультуры и спорта администрации Северодвинска, только в этом мероприятии приняли участие 538 любителей здорового образа жизни. Константин Мухин, Станислав Крылов, Вестник, Северодвинска. Константин Мухин, Станислав Крылов, Вестник, Северодвинска.